Сколько ваш смартфон держит заряд? Всего день? А вот красноярские инноваторы утверждают, с их разработкой этот срок увеличится в несколько раз. Сегодня наш корреспондент побывал в краевом бизнес-инкубаторе и увидел, почему даже японцы хотят купить продукцию с маркировкой «Сделано в России в Красноярске». Технологии, за которыми будущее в красноярском инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе, работают уже сегодня. Вот образец – порошковая медь особой чистоты. Красноярская компания «Резидент инкубатора», занимающаяся производством чистых металлов, единственная в России, кто может выпускать подобную продукцию размером меньше микрона. Для понимания, это еще меньше, чем бактерия и легкая атмосферная пыль. Приборы, в которых используются данные металлы, становятся менее объемные, дольше действующие за счет того, что применяются именно особо чистые металлы. Энергозатраты другие, то есть емкость аккумулятора, допустим, в смартфоле, в телефоне действует дольше. И служба прибора самого увеличивается, срок службы. Такая продукция востребована во всем мире. Японцы и европейцы уже готовы покупать металлы красноярских инноваторов. В прошлом году представители зарубежных компаний в Красноярск привозили краевые чиновники. И уже скоро эта продвинутая разработка, как и десяток других, будут выпускаться в промо-объемах, пообещали предприниматели и ученые. На заседании Совета по инновационному развитию, которое проводил губернатор края Лев Кузнецов, производственные площади предоставят создаваемый технопарк. Уже порядка 40 резидентов бизнес-инкубатора, из 91 размещенного, они вышли на стадию или практически уже выходят на стадию, когда им нужны будут такие помещения. И создание технопарка, и запуск его через два года как раз будет, так скажем, уже подоспеет к тому времени, когда проекты нужно будет размещать. По словам министра, только за прошлый год резиденты краевого бизнес-инкубатора продали своей продукции на сумму более чем 2 миллиарда рублей, создали 700 с лишним рабочих мест. С появлением технопарка цифры вырастут, утверждают специалисты Критби. Там помимо производства планируют развивать консалтинг, услуги по продвижению продукции и привлечению новых покупателей. Кроме того, предложат венчурным фондам, то есть компаниям, готовым вкладывать деньги в перспективные разработки, открывать в Красноярске свои площадки. Алексей Кривогорницин, Иван Дорофеев, СТС Прима, Новости.